Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов рассказал о планах регионального парламента на ближайший год. На заключительной в этом году сессии он представил программу законотворческой деятельности. Предварительно в план включено 27 законопроектов. В первом полугодии в окружном парламенте рассмотрят изменения в закон Ненинского автономного округа о бюджетном процессе. Депутаты подготовят обращения в правительство по вопросу дополнения резидентов арктической зоны России некоммерческими организациями. В их числе и организации потребительской кооперации и общины коренных малочисленных народов Севера. Окружные парламентарии предлагают внести изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации. Речь идет о предоставлении субсидий по доставке бензина для нужд жителей сельских населенных пунктов. Из полученных предложений сформирован проект примерной программы законотворческой деятельности окружного собрания на очередной 2021 год. Предложенный проект программы состоит из 27 пунктов. В первом полугодии планируется рассмотреть проект закона о помощи детям-инвалидам. Законопроект предусматривает оплату за счет средств окружного бюджета, обучения в специальных образовательных организациях, расположенных за пределами Ненинского округа, а также оплату проезда к месту учебы в специальных образовательных организациях и обратно до окончания обучения и достижения 18 лет. Кроме того, на заключительной в этом году сессии Александр Лутаминов подвел итоги года. Его особенностью, наверное, было то, что мы без раскачки его начали в Совете Федерации, если вы помните. Я считаю, что это была очень напряженная работа. Также спикер отметил, что в это время был выстроен задел экономической программы региона не только на весь 2020 год, но и на перспективу. В Совете Федерации были учтены предложения нашего региона. В программу вошло порядка 14 пунктов. Те вопросы, которые касаются софинансирования программ из федерального бюджета, они достигли отметки свыше 80%. Софинансирование по госпрограммам, по национальным проектам – это очень и очень важно. Если вы помните, буквально 2-3 года назад у нас такой возможности использовать средства федерального бюджета, такой возможности и в таком объеме не было. Александр Лутовинов отметил, что возникли некоторые трудности в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в регионе. В частности, это касается непосредственного контакта парламента и избирателей. Но этот пробел обязательно будет восполнен в новом году. Мы преодолеем вместе трудности, которые сейчас возникли, и сумеем в следующем году вот этот пробел максимально восполнить. Напомним, что первая сессия окружного парламента в 2021 году запланирована на 4 февраля. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.